Проект 2830 Rights — это социально-культурный проект о правах человека, который поддержал Freedom House и USAID. Мы считаем, то есть ребята, которые работали над этим проектом, что все права человека должны знать. И главной такой проблемой, с которой мы столкнулись, это как преподнести эти права человека, молодежи. Будь то это тренинги или листовки, но мы подумали, что это совершенно неэффективно. Мы выбрали граффити. Во-первых, потому что это броска, это бросается сразу в глаза. Это первое граффити, которое мы сделали, которое посвящено свободе выражения, свободе своих. Свободе тому, что каждый человек может наслаждаться искусством и творить это искусство без каких-либо ограничений. Также свобода убеждений и свобода детей. Вообще планировалось сделать 8 основных прав, но вот здесь была проблема в том, что нам не дали разрешения на то, чтобы наносить их на доме. Так как и получилось так, что права человека оказались рекламой. Как в большинстве случаев нам говорили, один из примеров, это было очень забавно, когда мы предложили. То есть мы делаем это бесплатно. То есть нарисовать рисунок по данной тематике, сделать более-менее приличные, избитые в Алма-Ате стены. Но на это тоже не шли. И первое это было реклама. Из-за того, что в наших людях еще до сих пор живет какой-то советский человек, граффити это вандализм. Не важно, какой красивый это рисунок, либо же это просто кто-то накалякал что-то на стенке, это вандализм в любом случае. В итоге из 22 предполагаемых мест, где мы хотели рисовать эти разные граффити, нам на это согласился только один дом. Из 22. Это все в центре города Алматы. Но, и опять-таки возникла проблема с этим домом, что этот дом, то есть стенку его нужно было приводить в порядок. Никто не хотел этого делать. Когда нам выставили чек на работу, это оказалось порядка 80-90 тысяч. Поэтому нас поддержали местные рестораны и кафе. Вот этот рисунок в кофейне Дедаспури и предыдущие были в кофейне Сова, кто из Алматы, скорее всего, знает, и на творческой площадке Арткоина. Помимо этого, нашим проектом заинтересовались художники, которые начали присылать нам арты на права человека. И вот один из этих артов нарисовал парень, которому 15 лет. Остальные граффити мы сделали рисунками, которые упубликовали в соцсетях. И в дальнейшем... То есть этот проект закончился буквально неделю назад. И несколько изданий, если они пойдут с нами сотрудничать, они упубликуют эти рисунки в своих финалах. Продолжение следует...